Как оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома и не имея интернета? Решение предлагает Почта России. С этого года в арсенале почтальонов появились мобильные кассовые аппараты. Процедура оплаты занимает 5 минут. Как новая система работает на практике, проверили наши корреспонденты в Белгороде и Старомосколе. На своем участке почтальон Павел Ермаков теперь вдвойне приятный гость, ведь он и пенсию приносит, и коммунальные платежи теперь помогает оплатить. Здравствуйте, почта. Почта, да? О том, что коммунальные услуги можно оплачивать, не выходя из дома, Нина Родионовна слышит впервые, но очень этому рада. Раньше приходилось стоять в очередях, а теперь 5 минут и платеж прошел. Ух, а чек. Да. Чек и вторая половина квитанции обязательно остаются у клиента. Сам же механизм работы мобильной системы довольно прост. Это приложение в телефоне и связанный с ним мобильный кассовый аппарат. Сканируем штрих-код вот этот вот, и потом вводим данные плательщика, то есть фамилию, имя, отчество, адрес, где проживает. Вот. Там же потом указываем сумму платежа. Сложного ничего нету, все довольно просто. Удобно даже. Только подготовить надо и знать, в какой день придут, чтобы я не ждала никого, и чтобы вы меня не ждали в дверях, кто-то придет, почтальон. Я думаю, что это очень даже выгодно будет для пожилых возрастов. Я согласна. Даже и не хочу стоять в очереди, честное слово. С почтальоном можно заранее договориться на определенный день и время, когда он будет приходить к вам. Здравствуйте, Вера. Я пришла платить коммунальные платежи. Как вы просили. Вера Дмитриевна новую услугу приняла с большой благодарностью. Для старого Оскола мобильная платежная система особенно актуальна, поскольку сегодня это единственная территория региона, где нет единой платежной квитанции. А значит, оплата коммуналки производится в разных местах. А дома-то лучше. Мне, например, нравится. Вот ноги не ходят, нога отказала одна. Ну что ты будешь делать? Ну то скользко, то еще что-нибудь. Ведь мы же не молодеем, а стареем с каждым днем. За последние две недели через мобильные системы в Старом Осколе уже прошло около тысячи платежей. Почтамт собирается активно сотрудничать с соцзащитой, а с обществом слепых уже есть договоренность. У них проходят так называемые дни белой трости, когда они все собираются. Конечно, они очень благодарны и обрадовались, что можно в одном месте прийти и концерт посмотреть, и пообщаться. И почтовлен приходит к ним и сразу принимает платежи на месте. Всего в почтовое отделение региона закуплено 200 мобильных кассовых систем. Это первый шаг. В перспективе их число увеличится. Это уменьшит очереди в отделении почтовой связи. Это, во-первых, сервис для людей, которые не могут прийти в отделение связи, не могут прийти в какую-то кредитную организацию заплатить тот или иной платеж. Это быстро, удобно, мобильно. Пока на дому можно оплатить только лишь коммунальные услуги. Но в будущем планируется, что таким образом можно будет рассчитаться с налоговой, оплатить штрафы или кредиты. Александра Прозорова, Екатерина Равинских, Эдуард Горелов, Сергей Кириченко. Новости Мира Белогорья.